Все подскочило, все, и яйцо, и масло, и крупы. Что людям делать? Кошельки дагестанцев худеют с каждым днем. Самая низкая зарплата по стране не позволяет нашим гражданам покрыть расходы даже на продукты питания. По словам горожан, лоток яиц, например, в цене вырос на 20%. Масло, мука, рис, сельхозпродукты тоже взяли курс на повышение. Зарплаты маленькие, а цены, сам знаешь. ЖКХ платим за свет, за газ, за все, что остается на лекарства взрослым людям. Цены выросли как на продукты питания, так и на непродовольственные товары, строительные материалы, топливо. Представители автозаправочных станций объясняют это тем, что снизился спрос на топливо и его производство. А слаб рубль и горючее стало выгоднее продавать за границу. Это происходит за счет повышения цен на нефть, которые уже в начале 2021 года выросли почти на 10% до 56 долларов за баррель. На фоне предпосылок дальнейшего роста цен на нефть к 65 долларов за баррель и отсутствия к текущему моменту укрепления рубля. Несмотря на это, руководство АЗС Оригинал сохранило прошлогодние цены на бензин. Это на 10% ниже сравнительно других автозаправочных станций. По прогнозу Банка России, снижение инфляции в стране стоит ждать в марте. Каким образом регулируют цены на продовольствие в Дагестане и что вообще делается для их сдерживания, в профильном министерстве нам не сообщили. Несмотря на то, что прожиточный минимум в стране с этого года увеличен, сумма вряд ли покроет ежедневные траты граждан. Остается надеяться только на местных производителей и на их желание сдерживать цены, чтобы не обанкротить население. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.